В областной столице на территории средней школы номер 31 завершился очередной сезон проекта «Дворовый тренер». В течение трех месяцев юные тверетяне занимались спортом под руководством тренеров. Тему продолжит Наталья Чекет. Илья Гаврилов начал тренировать детей этим летом. Раньше сам профессионально занимался футболом, а теперь в свободное время проводит занятия для ребят. Самое главное, что я чувствую отдачу от детей. Они приходят на тренировки, они стремятся, им интересно. Я провожу тренировки зачастую по работе с мячом, то есть ребята должны всегда работать с мячом. Но я считаю, в таком возрасте физические данные не так важны, развиваются как технические. Проект «Дворовый тренер» существует в Твери с 2010 года и работает каждый год с июня по август. Таким образом, школьники во время каникул приобщаются к массовому спорту и здоровому образу жизни. Очень важно для развития массового спорта создавать условия шаговой доступности по месту жительства для занятий физической культурой. Для того, чтобы спорт стал доступен. Для этого создаются условия и строятся спортивные площадки. Тренировки на свежем воздухе приносят не только много пользы, но и помогают определиться с видом спорта. По итогам работы проекта можно в единый день записи в спортшколы пойти на ту или иную секцию, чтобы продолжить заниматься на профессиональной основе. По 3 сентября идет набор спортивной школы, большое мероприятие и в рамках открытого дня можно записаться в любую спортивную школу, в том числе и наш. В нашей школе 5 видов спорта. Это отделение тяжелой атлетики, отделение лыжных гонок, плавания, спортивное ориентирование и футбол. С Нового года также у нас планируется открытие отделения легкой атлетики. Как говорят авторы проекта, дворовый тренер, многие юные жители Верхневолжья благодаря данной инициативе действительно начали всерьез заниматься спортом. Принимать участие в городских, региональных и даже всероссийских соревнованиях, завоевывая призовые места.